Ну что, дорогие друзья, я нахожусь сейчас во Франции и в Париже. Теперь я парижанка. Как все началось? Изначально я просто купила билеты, чтобы отправиться к маме в гости. Мама у меня живет в Германии, для тех, кто не знает, поэтому ничего необычного для меня в этой процедуре нет. Единственным исключением было то, что пришлось лететь не прямым рейсом, как я привыкла, а с пересадками. В Париж я поехала по приземлению в Европу далеко не сразу. Изначально я оставалась на какое-то время в Германии и путешествовала с родителями. Там будет достаточно много приколов, поэтому хочу показать вам весь мой трип. По приземлению в Европу я пошла сразу делать много важных дел. Я побежала есть клубничку и разную всякую еду. Залезла впервые в ТикТок. Мне жаль, что вы это увидите. Ха-ха, вот это вот ровный прикол, конечно. Ну, естественно, потом я поехала по магазинам. Верший холлап с Нарутой. Что это за бредовые игрушки для каков? Ох, вот это вообще двигающаяся сель. Ха-ха-ха, вот это очень плохо. Как же я? Если что, это Эвил второй. Эвил второй, царский кот. Попробовала сесть за руль собственной машины, которую я купила еще, ну, году вроде в 20-м. Но за руль сделала только в тот день, впервые. Я же купила себе машину, когда была в Германии предпоследний раз, чтобы у меня был мой личный кабриолет. И вот, наконец-то я в этом моем личном кабриолете сейчас буду впервые кататься. Я вообще первый раз катаюсь где-то, что не Россия. Я немножко боюсь, надеюсь, все будет ок. Поругалась первый же день с мамой. Когда повреждены волосы, они повреждены. Повреждены. Но вот в этом и смысл. А зачем смысл? Да потому что, иначе они не держат укладку. Зачем мне волосы, которые не держат укладку? По-другому никак нельзя. Зачем мне волосы, которые не держат укладку? Чтобы они были ровные и красивые. Этот образ вообще не про ровность и не по красоту. Она должна быть лохматая. Ну, а потом мы отправились в путешествие на машине. И было очень здорово. Те, кто подписаны на мой телеграм канал, знают, что было очень много кринжа. И все видели мои эмоции в тот момент, это дичи. Но теперь я покажу вам всю картину и проиллюстрирую, от чего у меня так подгорело. Наше путешествие началось с юга Франции. Я признаюсь, никогда там не была, никогда не была в Провансе, никогда не была в Канах, никогда не была на Лазурном побережье. То есть, это все было для меня абсолютно впервые. Мне очень понравился сам концепт того, что мы поехали по всей южной части Франции. Ибо там безумная красота, вот чего стоит только все вот это вот. А еще, предки, я не знаю каким образом, но сняли что-то типа замка. И я охренела. Потому что, ну, они обычно не так разгуливаются. Замок реально. Но внутри на самом деле не так хайпово, как снаружи, потому что вот это вот все, это все вот тот дом. Он просто, блин, огромный. Но больше всего мне, конечно, нравится вот та вот зона с басиком, на удивление. Хотя в целом я не фанат басиков, сейчас вам его покажу. Блин, мне видео не хватает. Ну и садики очень красивые, а там грильница. Зона бассейна просто какая-то реально безумно красивая. И сам басик вот ноль. Он прям очень большой, интересно какая там вода. Сейчас будем пробовать. Ой, вода очень хорошая. Кайф. Я довольна. Этот город, который находился где-то на высоте горы, окруженной лесами и виноградниками, был первым в списке. Мне он безумно понравился. Очень маленький, красивый, уютный городок. Мы пришли куда-то поесть. Какая-то улица, я даже не знаю, в каком городе, боже, мы находимся, потому что мы мост только выключили. Но там мамка пытается делать фотки модные. Хорочие, красивые, хочется пойти поесть. Блин, в жизни выглядит так хорошо, а на видео как-то не очень, почему-то. Сейчас будет очень странный момент, но нужно его немножко пояснить. Мы с родителями, получается, что сели в какой-то ресторанчик. И я говорю, я очень хочу кофе. Просто потому что я давно не пила кофе, хочу кофе. Мама мне говорит, что кофе невозможно будет заказать, надо брать вино. И я ей говорю, мам, я не хочу пить вино. И она такая, ну не получится, тебя вынесут, ну типа или алкоголь, но кофе типа вообще забей, тебе его не вынесут. И я стала снимать это на видео, чтобы типа, если что, маме потом предъявить претензию, чтобы я не говорила, что она буквально не говорила мне о том, что я должна заказать вино. Я даже не понимаю, как объяснить эту ситуацию, что она такая дебильная. Ну короче, и вот, что из этого вышло. Что вообще за глупое убеждение, что кофе вначале не берут? Откуда это в твоей голове? Я могу кофе четыре раза за время того, как я в ресторане сижу выпить. Я не понимаю. И что? Не в Италии. А? Не в Италии. Да что, всем привет. Я перед сном пью прекрасный кофе, и мне нормально доставляют, даже в три ночи. Я не понимаю. Нет, здесь кофе. Давайте. Капачино. Как-то так у нас все было, ибо я не понимала, что за вброс про кофе. А потом я стала делать заказ. Американу? Американу. А в чем проблема? В чем проблема? А, да. Я просто хочу пить кофе. Если честно, мне мерзко с того, что я там улыбаюсь, сижу и типа пытаюсь смеяться, когда внутри меня просто огонь. Но, наверное, эта защитная реакция Илья ХЗ может мне неловко в другой стране право качать. Если вы думаете, что нам еще это принесли как комплимент или типа того, нет, чувак посчитал этот напиток как, ну, алкашный напиток, не как кофе. Я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Дальше было лучше. Только что я делала заказ в интернет-магазине. И знаете, что я хочу вам сказать? Я хочу вам сказать о очень важной информации. Как вы уже догадались на тему покупки в интернет-магазине. У Деньков есть очень классный сервис, который называется Далями. Благодаря ему можно делить сумму покупки на 4 части, не подписывая никакие кредитные договоры. И при всем при этом даже не придется переплачивать. Это выглядит примерно так. Ты делаешь покупку, на любой товар до 30 тысяч рублей это распространяется, и получаешь его сразу. Но оплата происходит не так, что с тебя оп и сразу сняли все деньги, а делятся на 4 части, которые постепенно списываются. И так выходит, что твоя первая оплата составляет всего 25%, а 3 остальные оплаты снимаются с шагом в 2 недели. Если вы в курсе захочешь оплатить раньше, то ты можешь сделать это досрочно. Ведь главное, чтобы покупателю было комфортно. Конкретно сейчас нам проходит акция, достаточно интересная. При оплате каждой твоей доли, ты получаешь какой-то дополнительный контент, который дает тебе бонусы на определенные категории. Красота и здоровье, спорт, одежда, обувь. Что это дает? За покупки в разделе красота и здоровье, покупатели получают скидку на платный курс уход за кожей и кэшбэк 5% в категории красота и здоровье. А еще повышенный кэшбэк аж целых 10% в категории театра. Я считаю это просто здорово. Просто подумайте, что в дополнение к покупке нужных тебе товаров, ты получаешь бонусы от каждой части, от каждой доли оплаты. Что самое важное, оплачивать можно с любой карты, с любого банка. Короче говоря, ребята тканы. Если бы не знали, гугли тканы, но выглядят они как-то вот так. Люди купаются. Вообще иногда вот я думаю, да, там когда проходишь мимо всех этих куч яхт каких-то, но они же кому-то принадлежат, типа. И принадлежат они до хрена какому количеству людей на самом деле. Это же только один порт, и он какой-то маленький. Не так, что какого-то одного единственного человека или там у десятерых, да, со всей планеты есть какие-то такие штуки. А значит много людей на это зарабатывают, значит есть к чему стремиться, пацаны. После такого небольшого разгона мы поехали дальше по другим городам. И если честно, мне вообще не понравилась лазурка, но вот что-то как-то концептуально это не мое. Вот такие виды мне нравятся гораздо больше, посмотрите на эту радугу. Сейчас мы едем на границу со Швейцарией, здесь уже совершенно другая природа, здесь уже совершенно другой вайб. И вот такой вайб как будто мне нравится больше. Не знаю. Не знаю, как вам, что вот вам лично больше нравится, как минимум по картинке, которую я вам сейчас показываю. Вот это вот, я понимаю, красивое. Очень красивое. Просто баллежа. Давайте наслаждаемся вместе. Класс. Мы остановились в домике на самой вершине горы, буквально вот на такой же штуке. И здесь безумно круто. Здесь чисто какая-то деревушка, которая находится реально в самых горах. И это просто потрясающе. Здесь такой клевый воздух, ребят. Как было бы здорово, если бы вы могли все это прочувствовать. На следующее утро не иронично. Смотрите, как было все красиво. Короче, вся эта дорога была ради того, чтобы утонуть вот в этом вот красном озере. Блин, это так круто! Охренеть. Красиво писалось просто. Вот они, кровавые реки. Дальше мы путешествовали по очень живописным местам. Маковые поля, поля лаванды, какое-то поле шалфея также посетили. Останавливались в всяких классных штуках, чтобы делать теперь пикники. Ну, типа, реально, знаете, было безумно круто. Город на холме. Она сгнила. Короче, показываю вам какую-то нереальную красоту. Мы сегодня приехали в средневековый город, как у нас здесь все очень-очень старое. При том, что здесь функционирует школа, которая орет на заднем фоне. Куча ресторанчиков, кофейн. Короче, просто вау. Очень красивое. Короче, мы тут ехали, и там мои любимые животные. Просто тупо гуляющие на горах козлы. Еще и черные, как я люблю. Боже, это что? Почему? Почему? Там еще козлы. Вот целая куча козлов. Вот они, козлы. Это козлиное место. Охренеть, я так люблю козлов. Че просто происходит? Почему тут козлы по дороге ходят? О нет, пожалуйста, машина, остановись, тут козел. Фу, господи, я только-то пересрала. Пиздец. А потом из Прованса мы направились, наверное, на одно из самых хайповых, дорогих направлений. Это Лазурный берег. Считается, что это просто самое лучшее место, чуть ли не во всем мире. Но тут уже, конечно, вкусовщина вопрос. Ну что ж, среди всей этой южной красоты, давайте с вами-таки уже отправимся в Париж. Потому что там тоже будет не менее интересно. Даже, я бы сказала, более интересно. Поэтому лайк. И погнали! Вообще, я не суперуверенно чувствую себя, когда я снимаю влоги. Ну, просто потому что я не суперумею их снимать. И мне кажется, что, ну, это неинтересно. Но что-то как-то захотелось в этот раз снять видос. Как я еду в Париж. Париж. Что обычно показывают во влогах? Еда. Обычно во влогах показывают еду. Вот это была моя. Вот это была моя. И вот это была моя. Завтрак. Делится проблемами. Как же у меня задолбал голубой цвет. Это вы просто знали. Он меня сейчас так раздражает. Я вообще не могу. Время съемки. Тем временем сейчас 7 утра. Поэтому я немножечко туплю. И сейчас я жду, пока приедет машина. И меня отвезет на вокзал. И я поеду в Париж. Билеты стоили 300 евро туда-обратно. Тут ехать, блин, 3 часа. Почему 300 евро? Добавлю себе еще кофе. А то ничего. Толку не поела, не попила. Перед тем, как идти на вокзал, надо зайти в Мак. Зашла в Мак взять кофе. Такая вот невидаль. Правда, сропов здесь почему-то нет. Ну ладно. Возьмем вот это. Смотрите, какая редкость. Ну, теперь, собственно, можно идти на вокзал. Я ехала на скоростном поезде, который местный аналог Сапсана, который ходит у нас между Москвой и Питером. Ну и все время, что я ехала, я просто монтировала видео и делала обложку на это видео с Дашурей. Итак, Париж. Вот так вот выглядит вокзал Парижа. Теперь надо дождаться мою подругу и посмотрим, что будет дальше. Я уже была в Париже, когда я ездила на концертаре Анна Гранда, но это было достаточно давно, поэтому посмотрим, что вообще происходит и что меня подруга подготовила, потому что она сказала, что она просто для меня придумала какие-то очень интересные истории, и я просто не могу дождаться. Но интересная история началась с того, что она не смогла найти ключи от апартаментов, поэтому я буду ждать ее на вокзале. Не знаю, сколько, пока она их не найдет. А теперь ситуация глазами моей подруги. Ключи надо забирать в другом месте вообще на Шан-Залезе, туда типа чуть ли не 30 минут на метро ехать. Ты хочешь, чтобы я прям сейчас поехала за ключами и вернулась к тебе на вокзал с ключами или приехала к тебе на вокзал вовремя, и мы вместе поехали с ключами и потом обратно сюда. Потому что вместо того, чтобы был хозяин, у дорогих апартаментов за 4 ночи 80 тысяч рублей представляется дорого, как для хаты. У них там, короче, какая-то электронная систем допуска. И она вшивутся на другом стороне Парижа. И это пипец. Так выглядят инструкции, кто знает английский. Пришла, зашла в какой-то подъезд. Там был вот такой вот типа кодовый замок. Кодовый замок набрала. Открылась какая-то коробка. В коробке лежали ключи. Я открыла ключи. Ключами дверь. Там телевизор включен. Я подумала, там вообще живет кто-то. Такая заходила, такая, excuse me. Никого нету. Excuse me? Это что, наша квартира получается? Ну, просто она в другом месте вообще находится. Я не понимаю. И сейчас что мне нужно делать? Захлопнуть дверь. Сейчас я разберусь, какая-то уйти отсюда. Пока подруга, в общем, пытается решить вопрос с этой хатой. Я за время нашла здесь магазины на вокзале. Найс. Пойдемте посмотрим, что в магазинах. Я совсем не собру, если скажу, что мне ничего не понравилось. Пойдемте. Тем временем Дженнифер. В общем, я пытаюсь отсюда уйти, но не знаю, кнопка лифта работает или нет. Потому что я уже минут пять вызываю лифт, и ничего не происходит. Трубку, конечно же, они не берут. Лают. И я пытаюсь снять и лестницу, чтобы отсюда уйти. С ифора. Отлично. Тогда и пойдем дальше. Кстати, вот это выглядит очень интересно. У меня была такая помада, она увеличивает губы. Я нашла лестницу, это же свобода. Уходим из этого здания. А еще тут такой цветок есть. И можно руки помыть, если нужно. Нашла очень классное место ожидания на улице. Смотрите, здесь прям трава, здесь можно только зачинить. Тут еще какой-то, смотри, какой удобный, приятный туалет. Можно тоже руки помыть, да. Вот даже, кстати, шкафчик есть. А представь, я бы ночью сюда пришла бы забирать ручей. Спойлер. Этот туалет и ночь будут связаны тесно. В общем, я все это время сидела и ждала Дженнифер. Конечно, вышло несколько дольше, чем мы изначально рассчитывали. Но что поделать? Главное, что мы таки встретились. Мы долго обнимались, болтали и потом пошли пешком до адреса наших апартаментов. Мы таки добрались до хаты. И теперь остается понять, какой план для квартиры. И какой этаж, потому что до информации не было в моем, ну вот в той штуке. Мы нейронично не знаем, в какой он дверь, поэтому мы просто открываем вообще все. И мы будем жить там, куда Клюш зайдет. Ну, очевидно, не на этом этаже. Пойдем дальше. У меня так много вопросов. Так на тех, кто уже был написан, ты все равно тыкала. А что там ты не попробовала? Я же сдохнула. Ладно, неужели? Нет. Все, это не оно. Это убийца. Ладно, бля, вот сейчас с чемодоном вниз будет вода стрёмно. Ладно, пойдем. Ой, бля. Тот был пятый, да? Какой кринж. Я просто умираю. Ситуация. Мы пришли на точный адрес, где находится наша хата, но, как вы видите, Клюш не подошел ни к одной из дверей. Уй, алло. Короче, нас развели на хату. Что за ссор? В чем проблема? Когда мы бронировали апарты, мы, естественно, смотрели на адрес, так как хотели жить в первом округе, рядом с квартирой Дженнифер, чтобы не париться с вещами. Но это не важно. Но, соответственно, искали мы хату, которая находится в этом районе. И что произошло? Адрес, блин, апартаментов, который был на сайте, это, ё-моё, не адрес апартаментов, а адрес тупо их офиса. И, типа, ты приезжаешь в этот офис, забираешь тут ключи, и тебе уже по факту говорят, где находится хата. Но, походу, это просто тупой развод для туристов. И мне еще некоторые другие ребята сказали, что, да, во Франции действительно такое бывает. Сюр. Ну, ситуация, конечно, литейший кринж, но мы разобрались, и, наконец, сейчас пойдем есть. Время 5 часов. До этого момента мы просто страдали этой херней, пытались решить вопрос. Конечно же, мы ничего не решили, потому что, а как решить, если тебе говорят, ну, вот так? И ты такой, нет, ну, вы не понимаете, у нас проблемы и мы такие, ну, ну, вот так. И такой, нет, ну, у нас реально проблема. Нет, ну, вот так. Всё именно так и было, тут больше ничего добавить. Всё так. И ты просто не понимаешь, что тебе говорить, и они тебе, ну, вот такая вот ситуация, да, сложилась. То есть даже не пытаются как-то извиниться ее исправить, просто, ну, вот так. Да, она, кстати, даже не извинилась, она просто сказала, что, типа, это не наша вина. Нам жаль, но это не наша вина. Да, это, конечно, не ваша вина, что у вас везде информация о том, что у вас отель находится в одном месте, И ты как дебил приезжаешь в одно место А по факту он оказывается вообще в другом месте, в другом районе Мы сейчас с ними выясняли отношения Но толку, ну либо просто говорили Ну можете найти другой отель, а деньги мы не вернем тыкани, наши проблемы Короче, в итоге мы дошли до того Апорт отеля и оказалось, что это то место В котором утром была Дженнифер То есть по факту мы вообще бронировали одно А нам предложили другое на другом адресе Еще с другими фотками, да Вот так Из самого дебильного здесь, ну типа все нормально Я бы даже сказала хорошо И даже здесь объективно лучше, чем В том доме, где мы были, когда бродили Вот по этим вот этажам в поисках двери Но я не понимаю, зачем нужно было делать Такую вот хитрожопость, в общем, не абсолютно Непонятную, странную Если это сбой в системе, странно, что они изменились Если не сбой, я просто не понимаю нахрена Потому что, ну по факту, здесь все нормально Ну, блин Что? Тут правда неплохо Да Не верю, что мы наконец-то зайдем Вот тут такой лифт Самое идиотское, что для туриста, наверное, этот район лучше Но мы искали, блин, хату не с учетом того, чтобы была какая-то, не знаю, пафосная штука А чтобы рядом с хатой Дженнифер было, боже Хотя он тоже хороший район Но, то есть, в, наверное, другой ситуации я бы обрадовалась Но здесь мы просто ржем и кринжуем, потому что что за бред Там из окна вина, да, Ефелева башня? Нет, я не счет решила, что она будет измениться Ну, наверное, я не знаю Потому что мы высоко поднимаемся И, возможно, просто кошмар Вот такой вот получается рум-тур Вот такой вот получается вид Блин, ну красиво Еще и второй этаж Блин, мне так висит, что во Франции не разуваются У меня прям этот триггерит Но мы не будем разуваться, потому что процентов тут никто не мыл пал Для того, чтобы люди разувались О, это туалет с подсветкой От естественного окна Видно ли я Ефелев башня? Нет Ну ладно Туалет Ну, это, нет, это не для нас комната Я буду ванить целый день, поэтому я, как сказать, каждые два часа я занята Все хорошо, она будет ванить Я серьезно, мне прям не надо Ради бога сидите, тебе вообще никто не запрещает О, смотри, отдельная раковина, это здорово Так, это у нас гардеробная Вау, да, реально А вот что такое интересное? О Блин, реально огромная хатка какая-то получается А вот эти льва башня, я же говорю, ее видно Ну тут, как сказать, ее видно, но вот Ну да, лайк Мой лайк больше видно, чем башня Во Слышишь, я вам дам тебе супергодный лайфхак, от которого ты сломаешься Если к тебе подкатывает какой-то чувак, который тебе неприятен Да А может, надо на кнопку нажать? Что, здесь? Да Фурте? Да Вот Тут такая, делаешь ей сначала, что не замечательно, это классика А потом, если она тебя не отваливает, начинаешь, говоришь, что в носу И все И норм Дизлайк Что посмотреть в Париже? Просто, please, туалет Обзор на французский туалет Да, иди Ну, наверно Вейт Вейт Шауэр, окей Да вы понимали, с нами горячелы Да, полотки А думаю, тут я так затягиваю струбочкой Это именно тот, да, контент, ради которого ты снимаешься в этом влоге Да, он моется, там туалет моется Ну, я по-разному за кадром включаю, ну, нет Да здесь ты это записала Конечно Блин, тут не хватает стикера, хочу писать Конечно, извините, но мы просто шли в магазин с дуделками И я увидела аниме дуделки И у меня так много вопросов Почему? Пришли к какому-то красивому месту И думаем, как будто походится так, чтобы место было такое же красивое, как в жизни Потому что вот с человеком нехорошо, а место хорошо А теперь о красивом Конечно же, у очень многих Париж ассоциируется с какой-то эстетикой С каким-то особым вайбом С очень уютными булочными, какими-нибудь круассанами, кофе Ну, как будто с вином, понятное дело, с цветами И на самом деле, когда ты просто гуляешь по Париже, это действительно так Как же здесь красиво, просто балдеж Я вообще не люблю цветы, но вы знаете, но это просто какое-то безумие Ну, очень хорошо А-а-а, малыши Похоже, как будто бы, знаешь, на ветчину положили жемчужину, да? Вот это вот, какой-то странный тортик такой, как будто бы, ну, типа, жемчужина на ветчине Тебе не кажется? Да, походим Ну, вот бургер прикольный А еще, конечно, не все, как в том же Сеуле Но некоторые магазины офигенно оформлены А, это мы Ну, типа, смотрите, как красиво Вообще круто Ну, здесь абсолютно вообще нечего обсуждать Конечно же, я вот это возьму Конечно, я сделала какой-то шорпинг, купила себе какие-то вещи Но, честно, я не могу сказать, что прям с каким-то особым удовольствием Так, лук номер один Ну, кстати, мне даже нравится, как выглядит это платье с этими штанами Это прям, мне кажется, очень в моем стиле Берем Такой вариант в целом мне тоже нравится Берем В целом здесь даже думать не о чем Ну, конечно, без штанов уже Берем Выглядит странно Не берем А-а-а, как вкусно все выглядит Так вкусно Какие-то выпечные Здесь такого добра очень много Но у меня уже есть еду Поэтому яду больно Еще сегодня мы очень много гуляли Ходили в разные места Всего смотрели Но, на самом деле, уже не очень хотела снимать видос Потому что я супер устала Так как я с самого раннего утра на ногах Было очень много стресса из-за квартиры Было очень много передвижений Носить с этим чемоданом из одной части города в другую Ну, конечно, вообще Гринжана валили знатно Поэтому просто зашли в продуктовые под конец уже дня Взяли всякую еду И просто спокойно сидели, чилили дома Ха-ха, сейчас бы они спокойно дома чилили Никто же не повелся Ладно, рассказываю кринже-сторию Значит, это туалет Ну, туалет обыкновенный Вот с таким потрясающим окошком Красивый пипец Голден ауэр там И есть на туалете кастрюлька Вопрос Зачем она? Нах нужна кастрюлька А. Варить суп Б. Нельзя таком на ютубе В. Не хватает крышки Д. Это для повара Правильный ответ будет дальше На следующее утро Только что проснулись У нас, конечно, как обычно Классический сраж везде Вчера очень поздно пришли Потому что очень много гуляли Я даже не распаковала то, что я купила Давайте посмотрим Потому что я уже даже забыла, что у меня там вообще есть Ага, ну как обычно Купила всякую бесполезность Которую сейчас невозможно использовать Ну, я надену хотя бы вот это Ладно Это мне сейчас не надо Ну, это топло одно Он лишь никогда не будет Платье, которое мне сейчас точно не надо Потому что утро и какое платье Но эта штука мне сейчас точно не нужна Блин А еще сейчас покажу вам, как выглядит Мой сегодняшний завтрак Короче Здесь есть вот такие вот Это не сок Это суп Гаспачо Я его себе налила Он очень вкусный Но я его потеряла А я его нашла Что ты делаешь? Ты что, отец, только что делала? Я говорю, прикройся, вот Хорошо же А, я потрогаю Потому что я не потрогаю Оделась и идет непонятно как По улицам Парижа Интересно, чей это топ такой у меня? А топ очень красивый Вот штаны, значки, аксессуары Не знаю, а топ прям годный А, то есть вот только топ хороший Да, пожалуйста, проходите Что именно ты сейчас все это время снимаешь? Да Ладно, вот теперь все нормально Слушай, а мы расскажем вам историю про туалет Или это прям слишком плохо? Вот спойлер, это очень грязная история Про наш и наш и туалет Поэтому я не знаю, расскажу вам или нет Нет Нет? Ну ладно, извините Ха-ха, я расскажу про это в Телеграме Потому что на Ютубе о таком говорить нельзя Нет, ну типа просто мне видео не пропустят Если я буду рассказывать, что случилось еще То есть... Давай дальше в Телеграме Меня вот в Тадам привезла Говорит, здесь классно В общем-то согласна Сзади нас рисунок дитя А там какие-то пафосные видони Кстати, очень красиво выглядит Надеюсь, и да будет Настя Я сказала себе Карпатчо, Димсам Еще мы взяли два кафе Кэм Вот будем тестировать сейчас Боже, хочется говорить только с таким голосом интонации Потому что иначе невозможно На фотографии находить дитя Спасибо Спасибо Не так и представляла себе кофе-крем Да, я тоже И да, который нам принесли Четыре Димсама И Карпатчо Я не знаю, с чего я в ужасе С такой подачи или с того, что Карпатчо в мазике полностью измазано Будем сейчас тестировать Немножко поухаживаю за тобой Вот все молоко Вот это крем Ну, кофе с молоком, как крем Да, Стив, на вода Пьем кофе Невкусный Я сужу в очках Потому что там окно Могу себе позволить И чтобы меня так популярно Украновали Очки, особенно так твое лицо Скрывают прозрачное Чтоб тебя популярное никто не узнавал И волосы еще такие незаметные То есть не все Ну какая, да, не выделяю их И все как сегодня Маскировка великолепная Мне кажется, более тупого блога вообще не завезут Потому что мы единственное, что делаем Это сидим и ржем постоянно Но мы все еще не рассказали вам историю про туалет Кофе-крем Что за езбу? Нет, я уже привыкла по парижским Есть всегда хлеб с маслом Это все время уже в ресторанах Это как традиция Можно и сделать Мне отдали парижскую традицию Булк с маслом Сейчас будем тестировать Булк с маслом В Париже очень-очень любят хлеб Даже на всяких домашних вечеринках Если они положить вот такую корзинку с хлебом То емкость У нас даже гости сами спускались И укупались в продуктовом хлеб Хотя было очень много другой еды Но то есть как-то людей не было никаких проблем Просто любят именно что-то поесть хлеб Дженнифер сказала, что самое главное место в Париже Это вот эта раковина И типа, если ты фэнси-чика То ты должна обязательно сделать фотку Этой раковины или ты лох Но я сделала, я не лох Итак, ребят Я знаю, что мы все с вами собрались Для того, чтобы делать туалетные обзоры Потому что я все еще туалетных дел мастерица Господи, почему? Почему, грудка, что-то в гигантской Вообще, не важно А туалетный обзор И здесь у нас золотая раковина В форме азика Кстати, вчера мы пользуемся Примерно таким же тазиком Чтобы скрывать проблемы в туалете Туалет такой черный Не пойму Ну, вроде как бы чистый, наверное Вот Туалетная бумага Можно ее найти И воспользоваться Черная, все папастная Ну, короче, одно из самых элитных нам мест Вот так вот выглядит туалет Это была туалетная рубрика Мы поели Мы сделали туалетный обзор И теперь я хочу пойти в винтажку Меня очень много песен Потому что у меня не супер много денег с собой Меня хочу пойти в винтажку И накупить себе возможность Каких-нибудь винтажных люкс-штук Ну, или всратых штук Я еще пока не определилась Они могут быть одновременно И винтажные, и всратые Да, вот Было бы неплохо Ну что ж, пойдемте в винтажный магазин Мы нашли люкс-винтажку Сейчас пойдем туда смотреть Какие-нибудь штуки Надеюсь, я что-то смогу себе найти Потому что, ну, честно Было бы интересно посмотреть И что-то прикупить даже Все, куда? Да, она просто туда заходит Ну, вот, красиво На самом деле, очень много классных штук Но когда я увидела цены, я сломалась Потому что цены чуть ли не дороже тех Что продаются в магазине Не в боусостоянии И мне потом Дженнифер объяснила Что тут это нормально И в целом это никого не удивляет А когда в Москве продается винтажка по 40 тысяч То такого не будет Никогда и нигде Ну, смыслово Никто не будет покупать за это столько Просто, ну да, меня удивляет Что, типа, цены по 4 тысяче евро А у нас, ну, типа, тысяч за пятьсад Можно купить то же самое Ненужную никому самому Бай! Бай! Здесь просто крупную бай Там лучше, ты знаешь А в России, если это, как бы, старая коллекция То это уже вообще никому не нужно А здесь, наоборот, знают, что это классика Они знают, какая именно коллекция Какой привод И, ну, наоборот, это лучше Когда у тебя есть на этой классике Прикольно! Да, с ромбиком, когда мне понравилось А сколько она стоила? 3 тысячи евро? Ну, мне кажется, она столько же новая примерно стоит Да, так и есть И, возможно, даже в момент, когда она продавалась То есть была новая Скорее всего, она стоила даже дешевле Она стоила дешевле, потому что они же дорожают Да А, нельзя Туда, обратно Да А, окей А, можно, да? Да Окей Спасибо! Вот Не смогли понять, куда нам можно идти Потому что все как-то закрыто Какие-то странные штуки А я что-то смотрела на тебя и сказала слово «покемон» Покемон? Реально? Они сказали, что «покемон» То есть французские чуваки, которые охраняют здание парламента, сказали, что я «покемон» Ну да Ладно Но они людей, понимают Ну да Ну вообще я не «покемон» я «пиро» Немного технической части, как все это снималось Я иду А потом, когда я еще подальше отойду, идешь за мной Сейчас, подожди Подожди, подожди, заново Вот так снимаются блоги Давай еще раз Нет, заново, извини Ты можешь не спешить? Все, я начала снимать Мы гуляли, было прекрасно Идеальная погода Не холодно и не жарко Вы знаете, просто мега супер Заходили в какие-то магазинчики Смотрели всякие классные, красивые места Мы пришли в мой любимый магазин чая И просто зацените, что здесь есть Чайные музыкальные шкатулки И можно купить вот такую вот чайную штучку А вот это мой самый любимый чай по вкусу Безумно его люблю Давайте послушаем, как он звучит Я в таком восторге Мне не описать моего очарования восторга Но потом Знаете, вот как в одной песне поется Такая мерзкая песня Еще много не нравится кому Что-то там Мрак, что-то пошло не так Вот буквально Что-то пошло не так Вот что-то пошло не так Мы нашли какой-то тайный знак Карта на улице Мои знакомые тирологи говорят Что когда ты видишь карту на улице Ты можешь ее взять Только если у тебя есть своя карта Которую ты кладешь на обмен Поэтому если ты ее возьмешь Скорее всего он принесет тебе зло Не говори такое Ну это то, что мне говорили тирологи Да, видишь, они говорят, что это мусор Нет, они говорят, что надо избавиться От мусора в своей жизни Типа А что ты дашь взамен? Дай хотя бы какой-нибудь кусок мусора Вот положи на карту Плюнь на нее Нет, я не хочу плевать Я положу Хотела сказать, что ли свой паспорт Типа Я смотрю, какая-то карточка Мусор, да, конечно А чек у тебя есть какой-то недушный Кто хочет положить на нее чек Ну это же мой чек Это получается, что ты завалишься Моего мусора в жизни Блин, ну у меня нет никакого мусора Плюнь на нее Это харк несмачный Я люблю мать Мне стыдно Я могу не снимать, как ты будешь плевать на нее Можно я такую штуку положу? Да, приклей на нее пластырь Я буду мусорить на улице Да можно пластырь приклеить? Да, приклей Все, отлично, пойдем Я абсолютно не претендую на истину Вообще Но это то, что мне сказала моя знакомая Таролог Не более того Возможно, она мне набрала, чтобы меня забайтить Что? Ну ты не поедешь? Ага Потому что ты карту подобрала Нет, Номи Это теперь мусор, он едет мимо тебя Все, он сейчас тебя заберет Прям вот этой клешной Знаешь, как вот эти игровые автоматы И вытащат тебя И вот по сайте ты поедешь на побойке И кому-то кто повезет Будет более странно не нам, кто нашли эту карту А следующему человеку, который нашел карту На которой теперь пластырь наклеит И он будет думать, что это за история Так, что мы там говорили с тобой про мусор час назад И расскажи, что, пожалуйста, только что произошло Просто я пока поняла, что происходит Я включила камеру, когда это уже случилась ситуация Ну давай, ждем твоих комментариев У нас проезжала мусорная машина Так И водитель сделал мне комплимент Сказал что-то с романификой И улыбнулся И я ему просто так показала палец Спасибо И Лиса была очень сильно травмирована Эта ситуация И сказала, что это где-то с карты связано Ну да, видишь, ты прилепила на карту мусор Теперь мусорщики будут к тебе подкатывать Это был первый Так, Дженнифер, у меня к тебе еще сразу два вопроса Вопрос номер один Почему мы стоим рядом с мусоркой Вопрос номер два Откуда здесь появились мусорные пакеты Так карта притягивает теперь На этом Мистика не все, но куда же без туалета И мне предстоит сейчас выбрать себе новый лук И переодеться Зная меня, вы вряд ли спросите Нафига мне это нужно Но мне просто хочется Ответила на ваш вопрос Даже вы его не спрашивали Как вы можете спросить Вы же смотрите этот лук Да, вот так вот мы и живем Другое дело Теперь можно поесть Все, я переоделась Ура Идеально, вообще идеально лук И взяла себе еще тарелки А ничего страшного Взяла себе мини-порцию Потому что остальные большие Потому что я еще хочу потом зайти Взять при амегире какие-то десерты Просто, да, посмотрите на эти аппетиты Что я взяла и что взяла Джейнфер У меня мелан пан с сакурой Не знаю, что это я попробую Для начала лизнем Вкусный пиздец Да? Да Можно? Да, можно лизнуть Очень вкусно Вкусный пиздец У меня еще желтую штучку Я так просто не слижусь Вкусно Вкусно Которые болтаются И непонятно, что будет дальше Иногда ты просто находишься В таких благодатных местах И тебя посещают очень философские мысли Как, например, это было сейчас Запомните Народная мудрость Моя личная Все мы шары Все шары И шары в том числе тоже шары Но не шар Итак, я рассказываю тебе Про мою философию Что ты думаешь На тему того, что Все шары Кроме шаров И что все мы шары Но не путать с шарами Велосипед Который, видимо, выловили оттуда Потому что Ну, очевидно Это велосипед выловленный Давайте на него просто посмотрим Интересно А это кажется Как будто бы губки Приглядитесь Это как будто бы губки Да Нет, это точно не высоко Это чисто губки Но он не так долго пробыл Внизу, потому что Он не прожарел А, да, это точно Когда была выставка Дэмина Хрорска В Венеции Там тоже Он дико делал иллюзию Что я бы губки наросли А, да? Прикольно, не знала А потом произошло это Что ты тяготила меня И я поняла Помойка 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 Не стоило трогать ту карту Теперь нас преследует мусор Помойка Дженнифер и помойка мобиль Реально помойка Едет, смотрите Помойка на колесах Пипец Помойка 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 Не очень понимаю Что происходит Но им весело Людей там очень много Это был интересный и необычный экспириенс в моей жизни Но мне понравилось Съемкой мне понравилось заниматься Я делаю то, что я умею Я так как они не могу О, кстати, подожди Помойка 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 Палаточный лагерь Помойка Помойка Я не знаю, что вы представляли себе, когда думали о сувенирной лавке в Париже Потому что сувенирная лавка в Париже выглядит вот так Собственно, с качеством винира Вы можете взять с собой сувенирную сумку Жожу One Piece Клинок Или Наруто Это круто И почему-то Месси Месси Не знаю Ну вот это очень важно Вот так мы обычно проводим время Находим красивый угол Помойка Мы сразу делаем там контент красивый Вот так вот Мы проводим время Помойки Машинка, которая забирает помойки А теперь если серьезно Очень-очень много и часто можно слышать Такую информацию, что Париж типа Грязный Фу Никакой Не нравится Разочарование Даже есть парижский синтром Азиатов Когда они приезжают и думают, что Париж это райское место А в факт усталкиваются для себя с шок-контентом в виде мусора Люди без поделого места жительства Что у них вообще типа настолько не принято И те, кто были когда-то в той же самой Японии и в Токио Они понимают, о чем я говорю Вот Но мне нравится Честно, мне нравится Я не присоединяюсь к количеству тех людей Которые были разочарованы Парижем Возможно, это связано с тем, что у меня есть потрясающая компания Потому что буквально моя самая любимая подруга Поэтому мне комфортно Даже несмотря на кринж, который будет дальше Зацените, какой красивый подъезд опять Сейчас мы идем за одеждой Дадут нам очень пафосную дорогую одежду Вы примерите вечерние платья Всякие там богатые брендовые Чтобы вечером пойти поделать фоточек В Париже очень распространена тема проката одежды У нас, честно говоря, я знаю, что существуют прокаты Но у них это там повсеместно Причем в прокатах участвует, как видите, очень дорогущая одежда В хорошем состоянии Актуальные сумки, платья Поэтому мы нашли один из самых больших вот таких вот прокатных центров И отправились туда Прикол в том, что в своих социальных сетях Правда, они выкладывают самые хайповые модели Самые хайповые платья Которые, естественно, носят молодые девушки Ну, потому что это более рекламно выглядит Но когда по факту приходишь Там достаточно устаревшие дизайны всего И мы такие, типа, мех-кринж Видишь, как будто там вещи получше Видимо, которые просто вернули бы Это прикольно В итоге все-таки нашли два платья Одно вот такое вот черное странное в перьях Другое вот такое вот розовое Сейчас буду их мерить Оно было в логине Ну да Ну что, как смотрится? У меня нравится Сейчас посмотрю глазами Это же такая камера Оно было странное Оно большое для тебя Оно просто большое, да? Оно выглядит очень странно Потому что вот это будет ничего не фиксируется Типа, любое движение И это все выводит А я вижу А я вижу Не могу сказать, что оно будет как-то слишком хайпово на самом деле Нет На вешалке мне оно прям очень понравилось Да, на вешалке очень Сзади нет Знаешь, что было бы несколько размеров Все-таки скорее нечем, да? Потому что Ну вот здесь как будто не хватает все-таки Да Ну это просто странно выглядит Ну да Ну да Ну говори Да Потому что оно такое Точень простое И как бы все окей На Ола Ладно, я сняла контент Это, короче, был кринч В конечном итоге мы подобрали платье У нас все было хорошо И вот то, о чем мне предупредили в инстаграме Реально никто об этом не сказал О, перстись запрещенки Типа Ну вот теперь вы должны заплатить 5000 евро И дать нам свой паспорт И я такая 5000 евро, дать вам паспорт? Ну, конечно, нет Чтоб вы понимали Они просили за прокат платья На вечер 5000 евро Платья эти примерно столько И стоят в магазинах Новые, а не БУ Которые каждая таскает Учитывая, что это даже не Шанель А какой-то просто французский Малоизвестный дизайнер В запрещенке цены Даже близко не такие были И уж про паспорт Никто ничего не говорил Поэтому Будем жрать И накладывать вещами Снова мы нашли карту Уже в другой день Ты будешь снова ее поднимать? Или тебе вчерашнего мусора хватило? У меня остался последний пластырь А вот важный весь пластырь Так, мы спускаемся В французское метро Первый раз буду Во французском метро Сейчас посмотрим Как все это выглядит Билет вот здесь Ага А, вон наша мелочь выпала Два билета Держи Телефону близко не надо А то он разбахнет А А это как делать? Сейчас за мной А Поняла Сохраняю Он у меня Так, ну само метро выглядит вот так Конечно, не как у нас Но вот такое вот метро А с каким интервалом ходит поезда? А, тут написано Бывает, что в метро А, что то есть есть в этом Веб-замат Если ты хочешь пожрать Ты можешь пожрать Прикольно, кстати Водичка Ну что ж Какое метро? Ну воняет тут, конечно, знатно В общем, то место, ради которого мы сюда приехали Это кладбище Пока я еще не верю, что я здесь Да, я люблю кладбище Вы сами это знаете У меня только один вопрос Почему перед входом на кладбище Огромная вывеска Не устраивать пикники? Кто додумался устраивать пикники на кладбище? Просто сел на пенек и там На столик положил Блин, ну очень красиво А прицепы нахожусь в этом доме с этим видом? Ну мне бы нравилось Но я знаю, что большинство людей это бы отпугивало Вот там прям дома Он когда-то смотрит, чилит на крыше прям сидит Да, вон, это я Мы пришли на это кладбище Безумно красиво, конечно, все здесь выглядит просто Посмотрите Я дико кайфую Очень приятное место Насколько это возможно сказать про кладбище Но выглядит просто супер Ой, смотри, там прям какой-то бюст Вот это жуть Смотрите Офигеть Просто офигеть И вот Честно говоря, я первый раз вижу такого плана захоронения Что там внутри как комната опорная Как альтерица Там информация про людей Кстати, очень-очень старые могилы Смотрите Вообще И вон там портрет Блин, жутко, но круто Мне еще нравится Что там какое-то стекло с подсветкой И вот Сломалась немножко А здесь как будто ничего нету Как будто это просто алтарь Или возможно это в Азаре И они находятся там Их можно так вот подсмотреть Смотрите Смотрите Да, мы сто часов смотрим ножиков Не, ну это, конечно, перебор Да, это то самое А это могила Оскарда Уайлда И да, она вся обнесена стеклом Потому что многие умудряются туда По какой-то мне непонятной причине Закидывать Ну, типа И еще он весь зацелованный Там вон Следы помады Зачем? И на каждом углу при этом написано Что не надо так делать Но люди делают Зачем? Прикольно в том Что, ну как прикольно Не уверена, что слово правильно Вот эти вот все склепы В них можно зайти В каждой Дверь открыта Но в то, куда я зашла Я здесь вообще двери не было Поэтому захотела посмотреть поближе Странное ощущение, знаете Но мне нравится Вообще Парижское кладбище Считается Самым красивым кладбищем В мире Самым огромным количеством Знаменитых захоронений И естественно Оно привлекает Огромное количество туристов Поэтому, знаете На этом кладбище Ты не получишь Такой мистери вайп Который, я думаю Что многие Кто за эту тему шарит Хотят получить Потому что здесь Все-таки ты чувствуешь себя Как будто на аттракционе И не можешь Относиться серьезно Или получить вот эту атмосферу Ну, наверное Нам еще и с погодой Не повезло Но я бы вернулась сюда в дождь Мне очень понравилось Ладно Я перестаю разгоняться Про кладбище Давайте посмотрим Что еще есть В Париже Ну, в общем Я очень хотела кофе В целый день И мы наконец-то пришли В общем Ну, вот так вот Борис тут кофе делает У этой вообще Уже никакой реакции Нету У этой трюк Потому что Она говорит Ну, тут так Вот так вот Все Ну, то вот Купили Мачо штука И Штучки А, апельсин Ага Не знаю, что это Но это и не мне У меня Так много вопросов Ну, почему Роману Синем Мне вот делать Кофе Из копейной машины Что такое Почему Я не понимаю Мой мозг Просто отказывается Понимать Эту информацию Почему А, блядь У меня У меня У меня У меня Смекоса Поэтому Я буду Учить Найс Мы все еще хотели Вечером пойти И сделать Какие-нибудь Классные фотки У Эйфелевой башни Поэтому нам все еще Нужны были Красивые платья И Мы разделились И я пошла В Зару И, короче Ну Не знаю Сами смотрите Как вам Понравилось Что-то Или нет Но больше С меня смущило Огромное количество Людей Вообще Почему В целом Не могу сказать Что у меня Какие-то всегда Были хорошие отношения С Зарой Потому что Мне одежда Обычно Никогда Не подходила Ну Тут Примерно Такая Я только что Отстояла В полчасовой Очереди И я не иронично Говорю Я никогда Жизнь Так долго Не стала Жить Примерочной И все Ради трех вещей Еще я заметила Что на одной Из вещей Это очень мерить Грязный Подол И я естественно Я скорее всего Не возьму Потому что Ну типа Еще он Грязный А другого Такого платья Нет Я вот думаю А полчаса Уже прошли Вы знаете Мне очень понравилось Это платье И мне кажется Оно мне круто сидит Но блин Оно все такое Грязное Что пипец Какой грязный На жопе Ну типа Вот что за грязь На жопе Весь подол Очень грязный Да не обращать Внимание Волгии не снимать Что поделать Очень грустно Куда же я без Магазина косметики Смотрите Нашла бренд Который Частвовал Американские Ютуберы Но у нас Такого никогда Не было Не знаю Хороший он Или плохой Но блин Прикольно Выглядит по маске И у них Вот сейчас Коллекция С этим сериалом Вышла Но я его не смотрела Поэтому я ничего Не знаю Про сериал Прикольно Я очень люблю Косметик Человек Который Придумал Название Для этого бренда Просто чертов гений Бухой слоник Это конечно Что-то потрясающее Я зашла В магазинчик С Диснейлендом Мерчом Блин Здесь очень Конечно Свит Куча всяких Приблуд Я что-то Как-то максимально Сейчас пожалела Что я Не поехала В Диснейленд В этот раз Не Ну куклы Очень красивые Кстати Жаль Что самих кукол Нельзя посмотреть Но вот это вот Моя любимая дама Потому что она Бичи Ну еще мне Ей не нравится А кто ваша Любимая дама Из всех Диснейдам Пришли в ресторан Один из самых Хайповых Здесь Для тех Кто не успел В тот ресторан Который самый Хайповый И все равно Стоим в очереди С ним принесли Кофе по-венски Часть моего Заказа К нему отдельно Принесли вот Такую вот штучку С пенкой И черт возьми Это настолько Вкусно Я не могу Вам сказать И сколько много Эти пенки Просто Это прям Очень вкусно Это считается Лучшей Макароны в Париже Да Мне очень нравится Моя самая И они свежие Здесь Попробовать Зашли Огуречный чай С мятой А я тебе даю Интересно Этот чай Вкусный Который Принц Уволы От Димир Вот так вот Выглядит Этот Огуречный чай Можно взять Понюхать Но в принципе Он уже по запаху Странный Понюхайте Кстати Есть этот чай Он очень вкусный Я тебе покажу Он как Беллини Как Беллини Ну что ж Давайте посмотрим На главную достопримечательность Конечно Это Эфельбашня Кстати Помойка Красивый пипец И свет еще такой Хорошенький Ну просто красота Вот Ну вот Эфелеву башни Красивая В общем Не знаю Как вы себе Представляли Прогулку Эфелеву башни Но здесь Вот такие Стихийные Рыночки Помойка Вот Так что Можно прикупить Себе Всякие Штуки Которые Возможно Вам могли Быть полезны Ну а может Быть и не Были бы полезны Но вот Все выглядит Как-то так Мое Прошлый Приезд В Париж Я не Сделала Дурацкие Фотки С Эфелевой Башни Но те Которые Мне нравились И в этот Раз Они у нас Если честно Тоже как-то Не особо Получились Но придется Значит поехать Еще тем более Что мне очень понравилось Если на этом моменте Вы захотели Выключить видос Нет Посмотрите Как я потом Ехала в Германию Кстати вместо Трех часов Я ехала туда Практически 10 Потому что у них Случилась какая-то Хрень с поездами Естественно Никто мне ничего Этого не компенсировал А еще рядом со мной Сидела женщина Которая делала мне мозги На тему того Когда у меня будут дети И что вообще Все неправильно Так что желаю вам Классного дня Потому что потому Потому что Детей надо звонить Да потому что Вы знаете Наступает момент Когда уже все приедет Уже ничего не интересного А самое главное Нет А у вас дети? Есть Дорослые? У нас поздний ребенок А у вас поздний ребенок А у вас сколько Если не секрет появился Вам сколько лет было Который 8 У нас 48 лет А у вас 48 лет Первый ребенок был А ну да Я пока не спешу Ну это я Понимаете Так получилось Ладно Ой все Так получилось Ребятки Можем сравнить Этот влог и влог С Кореей Потому что В Корее Вот там вообще От души душевный душ Надеюсь я осень Туда полечу Всех люблю Всех целую В какую страну Вы бы хотели поехать Если бы могли выбрать любую Бааа Баааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа